Доброго времени суток, с вами по-прежнему Арталаски. И сегодня я продолжаю превращать вот этот замечательный бакап в полноценную игру. Я всё ещё буду работать над анимациями. И если вы не смотрели мои предыдущие несколько видео по анимации персонажей в фотошопе, то обязательно их посмотрите, иначе некоторые моменты в этом видео вам будут скорее всего непонятными. Ссылки на них я указал в описании. Ну а в качестве жертвы у нас сегодня выбран персонаж, который является главным героем игры. В качестве анимации я выбрал анимацию прыжка, так как её я пока ещё не делал. В следующих видео сделаем также ему анимацию удара, ходьбы пригнувшись и некоторых других интересных анимаций. Ну а в этой сделаем полноценную анимацию прыжка, чтобы в самом движке тоже всё это выглядело достаточно симпатично и так вот было приятно за него играть. Значит у меня тут уже готов что-то вроде фона и собственно сам персонаж. По сути для прыжка нужно всего лишь три разных спрайта, точнее можно даже сказать три разных анимации по одному кадру, так как в самом движке мы их будем уже разделять на три фазы. То есть первая фаза, когда персонаж стоит на земле и как бы только отталкивается, вторая фаза, когда он уже находится в полёте и третья фаза, когда он приземляется. И не ищите смысл в разной форме этих квадратиков, просто я немного криворукий. Поэтому я сразу в этой анимации, как бы в этом файле в фотошопском сделаю как бы три разных кадра. И кстати надо пересохранить его. GG прыгает. Продублирую слой, чтобы он не остался в качестве бэкапа. И уже из этого буду делать, так сказать, позу, в которой он как бы отталкивается от земли. А так как он у нас стоит на этой ноге, то будет как бы вполне логично сделать так, чтобы именно этой ногой он и отталкивался. Поэтому я эту ногу сразу же сюда вот так вот передвину. Как бы сделаю имитацию движения, как будто стояли две ноги. Точнее персонаж стоял на двух ногах. И одно из них он как бы вот такое движение по дуге уже совершил. И поэтому как бы конечное движение получается, что у него вот две ноги как бы вот так вот расположены, можно сказать, друг за другом. Теперь я приподниму персонажа на один пиксель вверх. А тем самым я как бы добавлю эффект толчка и опущу ему носки. Но в пикселях это, кстати, показать не так-то просто, чтобы при этом еще нормально выглядело. В принципе, вот в таком положении смотрится вполне нормально, поэтому так и оставлю. Далее, следующий момент, когда он отталкивается, он как бы вот так вот растягивается, вытягивается в одну линию. И это должна быть не просто прямая, а как бы вот такая наклонная. Но для начала я выделю ему торс и приподниму его тоже на один пиксель. И, кстати, сдвину его тоже вот так вправо. Теперь получилось как бы что-то у него такой вот наклон получается. Джоэзик заплетается, записываю третье видео подряд, пока есть свободное время. А то же самое можно сделать и с головой. А тоже как бы ее отдельно вот так вот выделить. И приподнять на один пиксель. А теперь руки ближе к телу, как бы их так поворачиваем. Так, здесь можно даже опустить слегка. А вот трубку с оружием. А с ней надо что-то поинтереснее придумать. Хотя, в принципе, если вот так ее сдвинуть, то вполне нормально получается. А есть мысль сдвинуть слегка на один пиксель буквально. Тоже вот так вот в сторону его. И рубку с оружием сейчас перенесу на другой слой. Для этого я сначала его вырежу. И вставлю на новый слой уже, через Ctrl-V. Но я хочу ее немного вытянуть. Примерно вот так. Но в пределах разумного, чтобы рука не касалась слишком длины. Этого должно хватить. И то же самое с ногами. Как бы их слегка вот так вытянуть. И, пожалуй, слегка подотру здесь ему торс. Так, и конкретно сейчас мне здесь не нравится его рука. Как будто он, не знаю, наступил в лужу и такой, ой. Поэтому надо как-то его побрутальнее сделать. И хочу ее тоже так вот немного назад, так сказать, отодвинуть. Можно, в принципе, даже вообще ее стереть. Как бы, что она ушла туда за спину. Где-то вот здесь вообще. И, значит, сейчас создаю новый кадр. И на нем ставлю... Ага. А сначала солью эти слои в один, чтобы в них просто не путаться потом. И просто как бы хочу посмотреть, как это будет выглядеть. То есть вот из такого положения первый кадр прыжка будет вот таким. Далее я дублирую этот слой. И из него же сейчас сделаю кадр, в котором как бы он уже будет находиться у нас в полете. Вот его как раз-таки можно сейчас приподнять на 1-2 пикселя. А суть этой фазы, что как бы он из вот этого вот наклона, из вот такой вот стрелки, можно сказать, собирается воедино вот в этой точке. И как бы плавненько так перетекает, чтобы еще более плавно, так сказать, перейти вот в эту фазу приземления. То есть если это показывать на примере какой-нибудь палки, то, допустим, знаете, даже на более крупном разрешении сделаю, чтобы более наглядно было. Предположим, вот наш персонаж. Вот он так вот вытягивается. А собирается, затем как бы обратно вот так вот стягивается. То есть видите, да, что здесь форма как бы круга длиннее. А фаха точнее. А здесь оно уже как бы становится короче. И уже в этой точке, в финальной, он у нас как бы собирается вот в такой круг. И далее уже как бы будет практически то же самое, только в другую сторону. При анимации мы игнорируем как бы вот эти вот части и оставляем сразу вот этот кадр, вот этот и вот этот. И у нас как бы получаются вот такие вот три кадра. А все остальное движение уже будет происходить по сути кодом. И вот сейчас мы будем делать как раз вот такую вот анимацию, когда он уже как бы вот в такой точке полета. А здесь ему можно собрать ноги, так сказать, в коленях, как бы в согнутые колени. Вот так. И то же самое проделать со второй ногой. То есть как бы он тут сидит как будто. Только здесь подредактируем, чтобы не было как бы вот так вот симметрично все. Вот этот вариант достаточно неплохо смотрится. И наконец, следующая фаза приземления. Когда он из вот этого вот положения будет уже выставлять ноги так, чтобы как бы удачно приземлиться на землю. Поэтому можно даже продублировать этот самый кадр. А собственно и слой тоже. И как бы слегка его так же вытянуть, как это сделано на первом кадре. Только уже не вот в эту сторону, а вот в эту. Субтитры сделал DimaTorzok И наконец можно сделать финальный кадр, где он уже, как бы так сказать, приземлился. Поэтому дублирую так же этот слой, создаю так же новый кадр. И собственно, что здесь нужно сделать. А по сути, просто слегка как бы опустить его по высоте. Можно даже сказать, согнуть ему ноги в коленях. То есть он у нас как бы приземлился. И так вот слегка просел по инерции. А здесь, кстати, все-таки зря ему колено согнул. Немного по-другому сделаем. Оставлю как бы оригинальный такой спрайт. Но просто как бы его слегка припущу вниз. И так, что же у нас в целом получается. Значит, получается, что вот он у нас как бы стоит. А как бы его основная так поза. А затем он отталкивается от земли. Как бы подлетает. Находится в полете. И готовится к приземлению. Наконец уже приземляется. И встает как бы обратно свою стойку. В итоге получилось все-таки 4 кадра. Но это в принципе не страшно. Для каждого из них можно добавить еще несколько кадров. Чтобы анимация была как бы такой плавной. Но я как бы сейчас не вижу смысла в таком действии. А потому что и сейчас в принципе все смотрится достаточно неплохо. Посмотрим потом уже в будущих видео, как это будет выглядеть в движке. И возможно, чтобы сгладить какие-то резкие моменты, нужно будет добавить еще несколько кадров. Но я в принципе об этом обязательно еще сделаю видео. Теперь я подключаю просто фон у каждого из этих кадров. И экспортирую их через скрипт. Ну что ж, на этом все. Надеюсь это видео оказалось для вас интересным и полезным. И если это действительно так, то обязательно подписывайтесь на мой канал. И заходите сюда почаще. Ведь видео выходит почти каждый день. Ну а с вами был Арталаски. И я не прощаюсь, а приглашаю посмотреть те видео, которые вы еще не успели посмотреть. До завтра. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok